АПЛОДИСМЕНТЫ Вступительное слово об учителе предоставляется кандидату в искусствоведение, доценту Анатолию Константиновичу Санько. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память нашего учителя, гид-наваревского композитора, Анатолия Кедагога, народного артиста России, профессора московской консерватории Евгения Юрьевича Голубева. Главным героем сегодняшнего концерта будет музыка Голубева, в то же время разлучить его слово, которое сохранилось как воспоминание учеников, так и его бюджетам. Людмил ученик Голубева стал достойным приемником отечественной классической стадии. Прежде всего симфонизма Анеева, Четовского и доказав на собственном творчественном опыте, что и во второй половине XX века можно мыслить между их оригинально в рамках сложившихся канонов. Классический жанр получил творческий топлив, ядов и индивидуальных картоплов. По словам его ученика, в композиторе Юрия Воронцова, творчество топлива, прежде всего, русское явление. Русское не столько в связи с использованием фольклорных перемен, сколько следователь глубокой традиции, которую он принял в игру Московского. Способность подняться до уровня вечных вопросов, нравственности, долгой красоты. Творческое растение композитора огромное. Им создано более ста произведений разных жанров. Восемь симфоний, диагоний, балет-одисей и богомер, шесть инструментальных концертов, двадцать четыре струнных кванкета. Эльфицита не имеет аналога в истории русских XX века. Два кванкета, партемианы и англопы, четырнадцать цернат, хоры, романсы, пьесы для разных инструментов. Кроме того, заходился в руках, как из его литературного труда, эссе-мемуары по логисту, в которых он делится интереснейшими воспоминаниями об эпохе, в которых жив, ге-музыкант, с которыми я в штате. Коротко, потому что биографика нас не нравится. Вся же Евгения Кирилловича связана с родным городом, морской, который он не покидал даже во время войны, гражданской и великой естественной. Здесь он родился, учился и работал. Отец композитора Кирилл Федорович Голубев, бухгалтер по профессии. Мечтал, чтобы сын был отец профессии инженера и хотел послать его на учебу в Германию. Мать Натальи Ивановна Ванилова наполовину польского происхождения. Бабушка по материнской линии жила в Варкове. В дневнике композитора сохранилось много ярких парков. Вот, например, как он описывает события гражданской войны. Не было семь лет, когда война, продолжавшийся в четвертый год, перешла в гражданскую. Жить в нашу дому неделю открывались на два лет. Нарвать подбирали любви, кровь там островой. Весь этот кошмар воспринимался, как непоправимая беда, что все доброе и хорошее погибло навсегда и никогда больше не вернулся. Чем старше и остановился, тем сильнее укреплялись во вне эти мрачные мысли. Очень тяжелое впечатление оставило выселение людей из домов. Невозможно забыть выходивших женщин с детьми в колясках, которые пристились со всех сторон и уходили в неизвестность. Ученая будущего композитора началась в выдачной технике имени Месик. А в 31-м году он поступил в Московскую консерваторию на факультетах. Класс Камбазиновский факультет, класс Николая Яковлевича Косковского и фонтепианный класс Савуилы Денича-Панинога. Он как можно записать в своем дневнике первую встречу с Косковским. Николай Яковлевич был человеком редкой внутри и внешней красоты. Это гармоничное сочетание производило неотразимое впечатление. В его тонких, а то, как взорвется в чертах лица, правильно отчерчивого носа, быть и во многократном взгляде было что-то в космосе. Он обладал тонким проницательным умом, но никогда не показывал свое прерасходство. В условиях того времени он вынужден обести себя очень осторожным. Другой учитель, который Колубев сказал с большой любовью, Николай Сергей Ширяев. Высоко талантливый музыкант, редкой эрудитой и феноменальной памяти. Вот что пишет годы пожалея. Сколько знаний, секретов, мастерства, оригинальных наблюдений и выводов получали все, общавшиеся с ним. Редакционная работа пожалея в музыкальном издательстве столь велика и значительна, что вывод отдельного исследования. После преступного ареста в 1937 году его редакции стали расстрасткиваться и прислать в музыканты. Его уникальная библиотека, завершенная консерваторией, исчезла с утра земли. Погибли уникальные издания и документы, например, переписка Желяева в Григо. Писька Желяева в Григо в полном порядке сохранилась в доме в Григо, что подкорзировал Ольга Левашова в работе над книгой о Григо и о Григо. В этот разрушительный период и было много ценного и дорогого в нашей культуре. В одной только Москве было снесено около 500 граммов. Прежде время след Желяева была невосполнимой потерей. Кто к нему не прощался, все по работе принимал, всем происходить, иногда в уроке суждения не взирали на такие титулы. Дипломатику не был взвод, и никто на него не обижался. Съединили не только в критический проникальный ум, но прийдут честность и характерность. Учебу таких первоклассных музыкантов и общения с ними оставили неисплодимый след в душе молодого композитора, который через всю жизнь провез их образы и посетил им свои произведения. Вот что писал Голубин Югипер. Я встретил на своем пути трех идеальных русских музыкантов. Они были разные по достоинству, они были разные по характеру, но их объединяло в республике человеческое достоинство, моральная чистота и благородство. Это были Николай Яковлевич Розбовский, Николай Сергеевич Желяев и Сергей Сергеевич Барковский. Дипломной работой Голубева по окончании консерватории явилась в северной работе «Возвращение солнца» на слава Сарамского народного сказания, получившее высокого оценка федерационной комиссии. По предложению Прокофьера, имя Голубева было занесено на мраморку в господь отличия. После окончания консерватории начались трения молодого выпускника с властями, которые пожелали, включив в три последние части его оратории, в программу концерта в Большом театре, посвященном принятию Сталинской конституции. Но Голубев отказался от чести быть представлен на таком сверхрестижном форме. Он мотивировался тем, что при первом исполнении сочинения должны быть исполнены все части. Такой факт характеризовал личные качества молодого композитора, который, в прошлое время сталинизма, не побоялся высказать свое мнение, показал его смелость, честность и бескомпромиссность, лишь по счастливой случайности, не вернувшейся к трагической параметре. В 35-м году Голубев женится на Татьяне Владимировне Курлозовой, девушке репкого обояния и благородства, верной спутнице всей его жизни. Татьяне Владимировне Евгений Кириллович прожил 50-ти годы. Ее отца репещировали, как врага народа. Тяжелым драматическим периодом для их семьи был 49-й год, когда тяжелой болезнью умер их единственный сын Кирилл. Эта боль невосполнимая травма положила печать правительства на многие сочинения Голубева. Сегодня прозвучит пьеса для органов памяти сына. В 45-м году Голубев создал вторую ораторию «Герой без смерти» на тесте Городенского и Стефановича, посвященную памяти правших в Великой Отечественной войне. При прослушивании этой сведения опять проявилась нестыковка по счете автора и сталинской центуры, что отражено в его книге. Автор текста Городенский спросил меня, не следу ли выключить в текст имя генерали Синица? Отвечаю, что у меня главный герой народа. Городенский ориен меня слову слова «станет не упоминаться». Такой же вопрос композитору сдал и получил тот же ответ. Интуитивно голубых чувствовал. Несмотря на движение оратория на сталинскую премию, премии не будет. Мое предчувствие оказалось первее с риском. Самый последний момент меня вычеркали. Акцентизм не мог допустить признания подлинной роли народа, его духа, а не как строительство материала Евгения Радонича. Голубев-педагог был той редкой личностью, которая находила ключ к самым разным творческим натурам, помогая расстрелиться талантным и самовынным композиторам. 44 года он проработал на кафедре сочинения, а с 1956 по 1959 год заведовал кафедр. Среди учеников Константин Паташов, Юрий Воронцов, Андрей Головин, Александр Кобляков, Игорь Красильников, Татьяна Николаева, Татьяна Смирнова, Валентин Спасский, Александр Олбинов, Альфред Чнингер, Андрей Шпайн и многие другие. В классе «Полифоний Голго» занималось более 50 композиторов, среди них Владислав Макоконников, Александр Балтий, Герман Голынов, Николай Карельников, Роман Леденов, Евгений Макаров, Кирилл Молчанов, Александр Павлаков, Александр Грумов, Карен Хачутуганов, Александр Олбинов, Борис Чайковский, Родион Щеплин и многие другие. Леткой мастерства композитора и педагога оказывали огромное воздействие на студентов его класса. Приведу слова ученика, молодого композитора Андрея Гаврина. Несогрушимая физическая константа. Он никогда не в конце их убеждений, никогда не менял свои вкусы. Сейчас мне кажется, что это может быть и не очень хорошо. А иногда думают, а куда это незыбленность в конце концов? А теперь чувствую по нему страшное настояние. И мне хочется с ним говорить. И теперь я понимаю, что когда нас учат профессора, мы набираем лишь сумму элементарных приемов. Флейт на ад или флейт на код. А вот личностное влияние, оно скажется потом. А вущий час уже сказывается. Как? Я не знаю. Чувствую, что я был у нас. А вот воспоминания Голубева. В 1974 году ко мне пришел Альфред Шнитке и честно признался, что у него трудный период, творческая профессия, и что он, образно говоря, потерялся, зашел в путь. И это говорит Амбулзин, уже написавший такие яркие сочетения, как оратория на газарке, кстати, быстро исполненная рекония, вторая статистическая санта и многое другое. Сам факт обращения Шнитке к своему единственному учителю говорит о многом, но особенно свидетельствует о мудрости Голубева, его невероятных качествах, человека и педагога способно понять и помочь. И как вождать от нас по прошествии времени пророческая фраза учителя, сказанная о своем ученике. Шнитке граничит и не альбусин. Другой факт общения учителя и ученика. На прослушивании в сайте композитора оратория на Касахе Шнитке предвзятое, но официальное мнение чуть было незадобило композитора. Не вписывается к традиции советской годы. Понадобились авторитеты мужества Голубева, который достал и Собольный светильник, и Молотого автора. А вступление в советском позиторе было для Шнитке весьма неудобно. Вот что вспоминал Голубев. Композиторик вечно не договаривались между собой, каким поездом его Шнитке раздавить пассажирским или кабарным. Только же если более стойкость характера Евгения Евгеньевича разбили прориск и натиск враждебных и необъективно настроенных людей, стоявших во время власти в Собольный светильник. Несмотря на господство, в случае слышнителя инфрументальных традиций, заслукой профессора Голубева было привлечение своего главного ученика в вокальные музыки. Это упрямляющаяся работой Нагастаки. Нагастаки – контакт в письме во время мира, стихи поколенные, освященные тысячелетию Рухи и целый ряд других сочинений. Именно широта, которая многомерность, которая привела в голову ученика, станет теми важными факторами, которые направишь гибриды в сторону полистристики. Поражает не только сила хрустения, но и мудрость предвидения Евгения Евгеньевича, касающего явления искусства и награждения детям искусства. Вот что он пишет в дневнике. На основании исторического опыта мы ждем, что награждать композитора, поэтов и статей при жизни не сверли. Истинно оценку вам могут дать только десятилетия. Нельзя художников приравнивать чиновникам, выполнивших именем и бритвовским высшим заданием. Высшая награда для художника – заслуженная любовь народа. В первую очередь надо награждать тем, кто бесспорно заслужил награды. Героев, защищавших родителей, хирургов и врачей, спасавших человеческие жизни, ученых, чьи достижения ответы воплотили в жизнь. Один художник не вправе с этим другого, если даже не благородные и честнейшие люди, как, например, Чайковский и Муцарский. Все эти англичные истины не имеют местом нас. К чему это приводит? К разобщению, расставению, искусственному делению на рамках. Обредили цену произведения из-за того, что появившихся на свет, особенно не знал. Лист не разгадал Чайковского, партнер от прочего бюджета, находившихся в Митше. Чайковский я признал в Рамках, и таких примеров предостаточно. Но как же можно строить этот музыкальный политик? Очень просто. Награждается власть и гуще. Секретариаты награждали сами себя. О том, как это дело с большой ирогией блестящий выступал на собрании композиторов Михаил Робианович Кривич. И было это в опасном 48-м году. Глубина суждений, сила интеллекта и огромная личностная деятельность. Все эти и многие другие качества поставили полный ряд значительных фигур музыкальной жизни Москвы второй параллельных 20-х века. Приведу слова композитора Романа Семеновича Лебенева. В его облике интеллектно и элегантно было еще что-то, что я понял и осознал, когда он нам его духовные форы. Я услышал этот форум, спокойный, согласный, голод души. И в других его сочинениях бездетных дождь, искренность, теплота, ничего негативного, жесткого, кричащего. У меня полный композитор и голодный педагог вызывает чувство большого уважения и прикладения. Я думаю, что выражу мнение всех собравшихся, если скажу, что дядька личности в день и дяди, навсегда останется в памяти не только учеников, но и всех людей, общавшихся с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соната ре-мажор для скрипки и фортепиано. Сочинение 37-е. Первая часть. Посвящена Гаврияну и Мержанову. Исполняю. Александр Агуратнов, скрипка и дипломант Всероссийского конкурса Наталья Куртенко, фортепиано. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В памяти сына Кирилла для органов из триптиха «Последние шаги тернистого пути». Сочинение 85-е. Исполняет Александра Максимова. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Два стихотворения Лермонтова для голоса Ипотопиана. Сочинение 92-е. «Ангел Молитва». Исполняем. Солистка театра «Новая опера» имени Голубева. Простите, имени Голубева. Екатерина Кичигина, собранная. Андрей Голарин, фортепиар. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Соната для фортепиано номер 6. Ревино. Сочинение 54. Посвящено мисковскому. Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Маркус. Исполняет лауреат международных конкурсов. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Симон» Аплодисменты Аплодисменты Концертная ария «До-мажор» для виночили и акт. Сочинение 46-е. Исполняем Максим Золодаренко в виночей и солистка Московской государственной академической филармонии Наталья Яковлевна. Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 Шесть духовных горов на древнерусские тексты. Сочинение восемьдесят восьмое. Молитва к Богователям, молитва ко Святому Богу, баклорение к Христу, три молитвы ко Святой Троице, три святое, словословие, молитва. Сочинение исполняется без перерывов. Исполняет камерный ход Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер Борис Теврик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»